МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Татьяна Голубева. Ближайшие 10 минут о некоторых событиях дня смотрите в этом эфире. В пожарах в выходные едва не сгорел детский лагерь и часовня. Люди не понимают совсем ничего. На даче свои частные дома жгут. Тут траву по всему городу. Разводить костры и проводить пожароопасные работы нельзя и сейчас. Это было страшно. Везли очень долго, без еды, без питья. Заколоченные вагоны были снаружи. Накануне Великой Победы история бывшей узницы концлагеря. Добро пожаловать! Зачем министру спорта края понадобилась палатка во время матча Барнаульского Динамо? Как минимум ухоженный. Пусть он и бедненький, но чистенький должен быть. Это не так сложно сделать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Позади пять выходных дней. Впереди очередная короткая рабочая неделя. Ее начало обещает быть очень жарким. До 25 прогнозируют синоптики днем. Пока жара и в домах барнаульцев. Правда, сегодня в краевой столице могут отключить отопление, сообщают информационные сайты. Температура за окнами уже позволяет энергетикам приостановить подачу тепла. Но решение за администрацией. Сейчас документ находится на согласовании у мэра города Сергея Дугина. Напомним, что решение об отключении отопления принимают, если среднесуточная температура на протяжении пяти дней составляет плюс 8 градусов. Но собственники жилья вправе сами решить, когда прекратить топить батареи. Для этого нужно передать общее мнение в управляющую компанию. Так когда же окончательное решение примут в мэрии, мы сообщим позже. Но это точно будет сделано до 13 мая. Жаркими выдались выходные для сотрудников МЧС. Более 400 пожаров произошло в крае в минувшие выходные. Едва не сгорел детский лагерь «Березка» и часовня в Новоалтайске. К счастью, серьезного урона удалось избежать. Подробности в нашем видеосюжете. За одни только сутки 3 мая зарегистрировано 160 пожаров. 4 мая – 250. Почти всегда причиной возгорания была сухая растительность и так называемый пал травы. Недалеко от Барнаула таким образом чуть не сгорел лагерь «Березка». 4-го числа произошел пожар в районе расположения детского лагеря «Березка». Огонь начался распространяться от поймы реки. Благодаря слаженным действиям пожарных подразделений огонь был ликвидирован на подступ к лагерю. На выходных работала вся резервная техника. Пожарные расчеты выезжали в Панкрушиху, Топчихинский, Первомайский, Краснощоковские районы, Поспелиху, поселок Сибирская долина. На этом снимке со спутника отмечены все точки, где на Майских были пожары. К счастью, на населенные пункты огонь не перекинулся. Спасатели успевали оперативно потушить возгорание. Работаем ежедневно. Резервы и так далее вызывают. Ждут весь Алтайский край. Люди не понимают совсем ничего. На даче свои частные дома ждут. Тут траву по всему городу. В общем, работы хватает. Напомним, с начала майских выходных в Крае введен противопожарный режим. Он продержится столько, сколько будет стоять сухая и теплая погода. На этих кадрах сотрудники МЧС раздают жителям Края памятки, в которых написано «В этот период запрещено посещать леса, разводить костры и проводить пожароопасные работы». За нарушения полагаются серьезные штрафы от двух до четырехсот тысяч рублей. Но, судя по числу палов, даже такие суммы нарушителей не особо пугают. Дарей Демиллер, День с толком. А мы продолжим. До Дня Великой Победы остается всего несколько дней. Накануне этой даты мы решили вспомнить о жертвах Холокоста. Почти 20 миллионов человек были брошены в фашистские концлагеря в годы Великой Отечественной. 11 миллионов так и не дожили до освобождения. Наш корреспондент Валентина Аскерова встретилась с бывшей малолетней узницей концлагеря, которая хранит в памяти историю, от которой сидеют волосы. Вместо кукол и детских игр пулеметная очередь разрыва снарядов. Детство Калины Петуховой закончилось в 4 года. В 41-м немцы оккупировали ее родной Псков. Город сравняли с землей, а местное население фашисты истребляли на протяжении двух лет. Немцы бомбили наш город, и в основном ночью сбрасывали перед бомбежкой фонари такие, что на улице становилось ослепительно светло. И вот на первое мгновение затишье, а потом как начинался ад, настоящий ад. Это и взрывы, и бомбежка. Выживших, среди которых оказалась малышка Галя, ее семья, бесчеловечно схватили и согнали в поезд. Без еды, без питья, заколоченные вагоны были снаружи, с улицы. Холодно. Куда их везут, люди поняли, лишь тупив на перрон. Это был литовский город Алитус, где расположился один из лагерей смерти. Туда немцы массово ссылали пленников в период Второй мировой. Узников расстреливали, издевались, сжигали и даже полуживыми зарывали в землю. Взрослым было тяжело, а детям тем более, которые ничего не понимали, ничего не знали, над нами издевались. Даже органы людей отдавали своим солдатам, вспоминает Галина Петровна. Через год такого существования советская армия всех освободила. Правда, идти бывшим пленникам было некуда. Ни дома, ни денег, ни одежды, кроме полосатой робы. Семью Галины нанял богатый литовец, поселил в бане и заставлял работать от темна до темна за еду. Братья и отец занимались сельхозработами. Мама убирала по дому, а семилетняя Галя выслеживала курни сушек, чем заслужила любовь хозяйских детей. Дочери этого хозяина, они со своих вещей шили мне и юпочку, и кофточку. Я уже, у меня есть фотография, где я уже приодета, только обуви нет. Я, когда фотографировались, я травкой припорошила свои ноги, что они босые. После того, как отгремел День Победы, семья вернулась на родину, где столкнулась с презрением. Их не брали на работу, сложно было учиться. Считалось, что они самовольно сдались в плен. Семье пришлось на долгие годы замолчать о том, что пережили. Повзрослев, Галя вышла замуж за военного и переехала на Алтае, где живет уже около 40 лет. Говорит, к месту привязали дети, которые безвременно ушли. Похоронила двоих взрослых детей. Могилы здесь. Я теперь никуда не могу уехать. Всю свою жизнь Галина проработала учительницей. Преподавала больным детям швейное дело. Сейчас в свои 82 тоже в строю. Работает при Совете ветеранов, поздравляет их с днем рождения, а также встречается с бывшими узниками концлагерей. На Алтае таких 300 человек. Помимо общего прошлого, их объединяет еще и памятный знак отличия. Медаль, на которой словно кровью высечено слово «Непокоренные». Теперь Галина носит ее с гордостью и уже без всякого страха. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Душесчипательная история. Им было очень больно, но больно было накануне и болельщиков Барнаульского «Динамо». Конечно, иначе. Их души с трудом восприняли поражение нашей команды от Омского РТШ. Именно так «Динамовцы» открыли серию домашних матчей сезона. Помимо разгромного счета 0-4, любимцы болельщиков показали абсолютно невыразительный футбол. Подробности у Кирилла Палитова. Вот так центральный стадион «Края» встречает любителей футбола. В помощь идут заранее заготовленные печатные здания. Без них прощай гардероб. В числе зрителей инкогнито в этот вечер оказался министр спорта региона. Алексей Перфильев удивился состоянию стадиона и отправился, нет, не домой, а в машину за палаткой. В результате брезента хватило едва ли не на весь ряд. Очень важно, чтобы у наших молодых футболистов и юных был стимул для того, чтобы расти. Наверное, какие-то нотки патриотизма для того, чтобы играть за свою команду мастеров. Наверное, надо и создавать условия, и стадион должен быть как минимум ухоженный. Пусть он и бедненький, но чистенький должен быть. Это не так сложно сделать. Не готовы к матчу оказались и сами футболисты «Динамо». Возможно, сыграл свое быстро пропущенный гол. Возможно, отсутствие сразу двух ключевых футболистов. Вдобавок к этому Александр Суровцев избрал, как он позже признается, неверную тактику на игру. На этот раз барнаульцы решили сыграть в атакующий футбол. Не вышло, не получилось. Не могу понять, почему. То ли перегорели, то ли что. Не знаю, честно. Если честно, мне стыдно за эту игру, откровенно. На выезде команда не выглядела так. Я даже не думал сам, что до такой степени будет все. Туда же в раздел «Неготово» представители команд единогласно включили сам газон центральной арены. Все 90 минут мяч, что и дело, уверенно прыгал по кочкам и застревал на перепадах. Отсюда низкое качество самого футбола. Как в шутку скажут болельщики, впору разве что картошку высаживать. Таким состоянием покрытия оказались недовольны и сами гости. В поле в таком состоянии, да. Я даже не припомню, одно из лучших полей всегда было. Вот что-то произошло и очень, особенно в центре, очень много неровностей. Очень сложно играть. Сложно, но можно, как и показал сам Иртыш. На четыре пропущенных гола хозяева не смогли ответить ни одним забитым. Могла быть и вовсе Аргентина-Ямайка, но в планы Богдана Корюкина это явно не входило. Первыми к выходу потянулись стройными рядами юные воспитанники все той же школы «Динамо». Поход на матч для них скорее в обязательном порядке. Нужно, говорят, поставить отметку, что ты здесь был. 15 мая вновь домашняя встреча. На этот раз в Барнаул приедет лидер чемпионата Сахалин. Министр спорта края обещает такие посещения в качестве болельщика сделать регулярными. Заодно держит на готове все ту же палатку. Мало ли, вдруг опять пригодится. Кирилл Политов, Николай Шилко. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». А у меня на этом все новости. До встречи в эфире в 19.30. Редактор субтитров А.Семкин